Уральская кухня Новиковна, изобретательница оригинальных рецептов. Здравствуй, дорогая Света. Здравствуйте. Что не поручишь, ты все делаешь. Самое интересное, что это сплошной эксперимент. Ну, поскольку ты у нас хорошая помощница, здесь нам на телеканале на Уральской кухне очень активный, жизнелюбивый человек, очень радостный, мы приготовили тебе вот такой оригинальный подарочек, зная, что ты любишь баню. Это банный веник, но оформленный душицей и крымской травой лавандой. Вот она лаванда, запах лаванды, а вот запах душицы. Поэтому, чтобы у тебя был стимул париться и помогать нам. У нас очень много сложной, ответственной работы. Спасибо. Я баню люблю, благодаря сыну. Он меня научил париться и ходить в баню. Вот располагай свой венчик. Спасибо. Пока здесь. И мы начинаем опять придумывать. Но придумываем сегодня вдвоем, потому что времени у нас было мало, а тут на дворе лето, кабачки душат, огурцы душат, это мой собственный свет, перцы душат, но чего только не душат. Все тут уже висит над нами, и надо с этим что-то делать, как-то с этим надо бороться. Я тебе посоветовала придумать что-нибудь с помидорами, а я придумаю что-нибудь с кабачками. Давай начнем с помидор. Давайте. Так случилось, что я уже сделала немножко заранее. В блендере я перетерла перец зеленый, чесночок. Перец вот такой вот. Да, да, зеленый наш. Вот такой. С огорода. Перец. Зеленый перец в блендере перетерла. Допустим, здесь штучки три. Чесночок. Чесночок. Немножко сахара я положила, немножко соли, подсолнечного масла и опять мою любимую куркуму. Все это я перетерла. Потом я взяла помидоры, нарезала сегментами. Там они лежат, я большую. Да, большие кусочки. То есть что ты сделала? Ты замариновала свежие помидоры. Замариновала на разовую такую холодную закуску. Да. Вот это вот. Так, я просто вот так буду сюда ложить, чтобы вы видели. Вот такие сегменты помидор. О, вот так. Какая острота. То есть маринованные крабовые палочки мы недавно с вами включили в наше меню летнее, в жаркое лето. Хочется, что чего-то холодненького, да, остренького. Вот. Мы вспоминаем маринады, но они у нас в банках закатаны, ждут зимы. И тогда мы быстро делаем или крабовые палочки маринуем. А мы их мариновали с чем с вами основа? Соевый соус и яблочный уксус. Все остальное на ваш вкус. Ну, как по-корейски получали. Соевый соус и яблочный уксус. Я вам напоминаю. Прекрасный, оригинальный рецепт Татьяны Горбак. А теперь мы также замариновали и помидоры. Ну, здесь не соевый соус, а перец в блендере. Да. Чеснок. Чеснок в блендере. Да. Немножко соли, сахар, куркума. Соль, сахар, куркума. Потом режется все это вот так вот, потом все перемешается. Помидорчики режутся вот такими сегментами. Так. Высыпается потом туда вот это уже готовое. Готовое. Смесь. Без маринада. И сколько стоит эта смесь? Два часа. И может быть уже, да. То есть вот уже то, что Света подготовила дома у нас, она сейчас здесь повторяет. Да. Ты повторезала помидорчик. Насыпала туда зелени. Здесь петрушка и укропчик. Укропчик и петрушка. И вот этому сейчас это. И продолжаем мариновать умаринованные уже дома помидоры. То есть мы их сюда выкладываем. Давай выкладывай сама. Красиво. Так. Вот так вот. Получились у нас маринованные помидорчики. Ой, какие они красивые. 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 Да. Мне кажется, чуть-чуть не хватает. Соли, может быть, мне кажется, не хватает. Но соль я всегда стараюсь ложить меньше, потому что боюсь перец солить. А уже каждый уже солит. А я стараюсь положить побольше. Да, нет. Итак, посмотрите, какие красивые маринованные помидоры получились. И всего-навсего здесь чеснок. Здесь перетерто. Чеснока много, да? Да, 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 да. Специи, специи здесь. Соль, сахар, ну и все. Растительного масла же нет? Есть. Чуть-чуть. А, чуть-чуть и добавила, да? Зеленый перец и помидоры. Все. Зеленый перчик и помидоры. Это не салат, они маринованные. А суть маринада здесь в чем? Помидоры сами дали сок. Да, да. И сами стали. С чесночком, вот с этим чуть-чуть масла, прям чуть-чуть. Ну, давай мы попробуем эту красоту. Что из этого получилось? Потому что, когда я у наших девчат попробовала на девичнике, это были отменные маринованные помидоры. Помидоры маринованные не на зиму. Не на долгие наши зимние дни и ночи, когда чего-то мы достаем из баночек своих, да? А вот на раз, на холодненькую такую закуску в жару, да? Ну-ка давай пробуй теперь. Чего не хватает? Мне кажется, все вкусно. Чуть-чуть соли, нет? Ну, мне хорошо. А, тебе хорошо? Да, на соль мне хорошо. Чесночка мне нормально. Сейчас я попробую. Да, мне нормально. Сейчас я попробую. Вот. И, ну-ка. Соль вкусная, а соль надо. Нет уж, я посолью. Тут у нас ее немножко. И мы вот это немножко. Теперь перемешаем. И мы уже его перемешаем. Вот ложечка. Ложечка перемешиваем. Со дна не будем. Там у нас еще свеженькие. Да, там свеженькие еще. Они вместе будут. Вот. Самое главное, этот маринад не нужно выливать. Добавляй свежих помидоров и добавляй. И у тебя постоянно дома вот такие вот маринованные помидорчики. Такие же маринованные крабовые палочки. Но там главную роль является соевый соус и яблочный уксус. Основу. Все остальное, сахар, соль, специи, все остальное вы добавляете. Там, так сказать, корейский вариант. Здесь наш уральский вариант. Маринованные помидорчики. И мы сейчас их выставим вот сюда, чтобы наш оператор мог показать вблизи. Итак, приготовили блюдо, которое Света вот уже это самое. Теперь, что касается меня. Поскольку, как всегда, кабачки душат нас. Делать не знаешь, что с ними. А грибы мы собрать не успели. Где бы ни мотались, какие дожди не проходили. У нас есть на все случаи жизни рецепт, который называется кабачки как грибы. Мы режем кабачки кубиками. И режем морковку. Вот морковка, вот наши кабачки. Вот они. Мы их нарезали. Мы резали и вам показали. Дальше мы добавляем сюда вот эти же кабачки. Я уже начинала. Маринад тоже, который сделаем сами. Мы тоже практически маринуем эти кабачки. Перемешиваем пока. А я прямо скажу рецепт. А рецепт я вам скажу такой. На 3 килограмма кабачков. Один кучок укропа. Один кучок у петрушки. Полтора стакана растительного масла. Пол стакана чеснока. Одна столовая ложка соли. Одна столовая ложка перца. Две чайные ложки эссенции на стакан воды. И кубиками морковь. Все это смешали. И поставили на 3 часа мариноваться. Итак, замариновали мы кабачки. Кабачки. Они же должны у нас в грибы превратиться. Здесь что получилось у нас? Сами кабачки. И морковка. Все. И петрушка, укроп. Лавровый лист я добавила. Перец горошком добавила. И здесь пошло растительное масло. Один стакан. Вот. Даже один будет нормально. Один стакан воды с эссенцией. И соль. Но я даже добавляю сахар. Вот они у нас получились. Эти кабачки. Этими кабачками мы наполняем баночку. Наполняем баночку. Вот у нас получились маринованные. Три часа постояли. Постояли. И получились маринованные кабачки. Но они будут со вкусом грибов, когда вы их поставите на 15-20 минут в микроволновку. И мы в этом случае открываем микроволновку. Вот одна баночка у нас уже оттуда вышла. И ставим эту баночку на 20 минут. На 20 минут. У нас она стерилизуется. Она стерилизуется. Пока баночка стерилизуется, время мы не теряем. Я уже приготовила то, что сделала в баночку. Уже достаю просто крышку стерилизованную. Оттуда вынимаешь. И их закрываешь. Закрываешь. И зимой они заменяют. И даже не только зимой грибы. Только им надо настояться. Не варить. Не жарить. Не парить. Ничего не делать. Понимаете? Да, да. Единственное, конечно, баночка уже закрыта. Жалко ее вскрывать. Но то можно попробовать на вкус, что у нас получилось. Единственное, она еще не промариновалась 3 часа. Вот она должна же 3 часа постоять в тазу. Вот эти 3 килограмма кабачков. Поэтому не переживайте-ка, если у вас море этих кабачков. Да все с ними делайте. Натерки натерли. Картошку, кабачки, яйцо. Сбили. Вот вам запеканка. Нарезали, понаделали баночки кабачки, как грибы. Рецепт популярный. Мы его используем практически каждый год. Баночки маленькие, кабачков море. И радость наша бесконечна, потому что удобно. Очень удобно. Запомнила этот рецепт? Запомнила. Ну вот они должны у нас настояться. Ну что ж, дорогие телезрители, помидоры мы для вас замариновали и подготовили вот на таком раздаточном блюде. И мы также замариновали с вами кабачки, как грибы. То есть мы подержали их три часа. Они у нас очень горяченькие. А вот у меня полотенчико здесь лежит. Мы возьмем, достанем. Вот у нас уже готовые наши кабачки, как грибы, которые мы заготовили заранее. Вернее, не то что заранее, а на зиму. Заготовили их на зиму, потому что грибов с вами не успели собрать. Хотя год был дождливый, да, и лето было дождливое. Итак, здесь понадобились нам только наши помидоры. И маринуются они сразу. Вот, маринуются они болгарским перцем, да. Что еще, Света? Чесночок, зелень, соль, сахар, куркума. Чуть-чуть подсвоечного масла. Два часа и можно кушать. Два часа и готовые маринованные помидоры. Ну что ж, я еще раз хочу поблагодарить Свету за активное участие и помощь нам в работе на телеканале. Помощь нам бывает очень часто нужна. И наши рукодельницы, умелицы подготовили для нее вот такое красивое колье. Подарок сделали своими руками. Своими руками, ну вот оно, это колье. Я думаю, оно тебя украсит. И ты будешь вспоминать и Уральскую кухню, и телеканал Евразию. И свою жизнь участвую в этом большом народном проекте, который идет в нашем городе, в области, да и вообще в России. Называется он «Играй гармонию», у нас он называется «Уральская гармония», «Уральская кухня». В общем, все, что связано с нашим краем, Южным Уралом. Пожелания мы с вами сказали уже в других передачах во всех. Поэтому остается только попрощаться с нашими телезрителями и дождаться сезона арбуза дына виноградного. Поскольку сейчас мы с вами все работаем вот с этой продукцией, с этой продукцией. И очень приятно, что мы с вами умеем не просто жить, а не доживать. Мы умеем с вами жить и выживать. Как никто другой народ, наш народ. И картошку посадит, и погреб заполнит. И все обойдется без любой другой продукции, потому что действительно генетически заложено в наших людях вот эта любовь к земле, к даче, к нашему уголку, ну и к нашей родине, к России. Всего доброго, дорогие друзья. С вами была Светлана Новиковна, я Татьяна Фрик. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи в телеканале Евразия. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Спасибо рукодельницам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok